На этих старых вышках их размещали высоко, в смысле, очень высоко. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидон. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Это шестая часть моего прохождения. Итак, мы остановились на том, что пришли, вернее, мы идем к деревне, мы идем к маяку, чтобы передать сообщения. Но также мы наткнулись на некий лагерь, некие тут какие-то мусорки. И, в общем, тут очень много всяких парней, которые весьма к нам недружелюбны. Эй, убери эту чертову пушку! Итак, мы видим впереди парнишку. Кстати, зачем нам зажигать бы факел? Зачем бы нам это делать? Давайте-ка отключим-ка этот... Да, отключим этот прожектор. И давайте-давайте потихонечку подбираться. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это да! Пулемет! Пулемет! Боже мой! Обалдеть! Пулемет! Ху-у-у, да! Что-то по-тихому у меня не получается. Ух ты! Сколько вас здесь! Откуда же вы все взялись? Да что ж такое-то, а? Боже мой, сколько вас тут! Хо! Так, следующие. Да что ж такое? Я же натянул стрелу! Ой, боже мой, почему не стреляет? Так, 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 так. Хух! Да, ну... Ну я и штурмую. Ох, ребят, ну я и штурмую. Обалдеть! Да... Практически я зашел в тупик. Практически меня загнали сюда. Но ничего. Всех я перестрелял с лука. Хотя, наверное, стоило бы взять пистолет. В таком случае, раз уже так все у нас пошло. А вот пулемет. По-прежнему не хочет успокаиваться. Что же нам делать? Нет, куда бы я ни стрелял, там везде защита. Я даже не знаю, как мне быть, как мне пройти здесь. Видимо, нужно все время двигаться вот так вот, чтобы он по нам не попадал. Ху! Ну и... Ну и жесть. Ну и жесть. Так, надо идти до следующего утра. Укрытие. Давайте, давайте, давайте. Фу! Спрятались. Где он там? Я даже его не видел. Так, инстинкт включу. Так, посмотрим, что у нас есть. Куда можно спрятаться. Ну, видимо, здесь так и нужно, перебегать от укрытия к укрытию. Единственный вариант. Так, здесь намного спокойнее и вообще намного лучше. Так. Только к следующим бочкам. Так сюда. Ух, ё-моё. Да, варгроб супергерой. И ведь, несмотря на то, что мы уничтожили... А-а-а... Вот этот прожектор... Фу! Несмотря на всё это... Он всё равно по нам стреляет. Всё равно он нас видит, как только мы приблизились. Ну, всё, ребятки. Фух. Кстати, его можно было как-нибудь добить. Даже. Так, сколько у нас там патрончиков-то? 75. Ничего себе. Я могу ходить их перестреливать всех. Вообще без проблем. О, бежит, смотрите-ка. Две тени, их двое. Их уже двое. Обалдеть. Так. Так. Не вижу, не вижу, не вижу их. Где же вы спрятались-то, а, сволочи? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Они сбежали, что ли? Нет, поджидают меня. Поджидают, поджидают меня. В любом случае поджидают. Как пить дать? Вот так. Отлично. И... Интересно, он один был? По-моему, и полудвой. Я видел две тени. Я видел две тени. И, в общем-то, не зря. Ну, давайте-ка. Я подожду, пока у нас прогорит. Зарядились. Ой-ой-ой-ой, Ларочка, Ларочка, не горим. Не горим, не горим. В воде не тонем. Фу. Сволочи. Со своими коктейлями долбанными. Фу. Фу. Все, мы были при смерти. Мы были при смерти. Ничего. Все, ничего, ничего, ничего. Живем, живем, ребятки. Живем, живы мы. Все в порядке. Ну и пулемет еще у них тут. Ну и форт они тут отстроили, я вам скажу. Обалдеть. Новая модификация. Отлично. Или, а, наверное, мы собрали достаточно деталей, чтобы совершить модификацию. Вот что это сообщение значит. Ну, как мне кажется, мне в любом случае пришлось бы вот тут вот бегать от пулемета, прятаться и прочее. Потому что что-то я не догоняю, как тут можно пройти тихо. Тихо и незаметно. О. Так. А тут что? Мы сможем залезть наверх? Нет, нельзя. Нельзя. Здесь везде колючая проволока. Везде ограждение. Надо вернуться назад. Там я видел у нас... Там я видел у нас ящичек. Ящичек нужно обязательно обобрать. Ну и пулемет. Кстати, все, из него уже не постреляешь. Ха. Считайте, израсходовался пулемет. Ну-ка. Что у нас в ящичке? Плюс 500 опыта. Пулемет Эду. Монета от Чеканина в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Ну, да. Могла попасть. Так, мы собрали в оба артефакты, которые здесь были доступны. Монеточки. И все. В общем-то, надо двигаться дальше. Я пока, кстати, не знаю куда. Но куда-то... Куда-то дальше. Снаряды тут какие-то, видимо, старые лежат. Так. Везде стрелы. Боже мой. Везде, везде стрелы. Кто их тут разложил? Зачем? Нам, видимо, туда нужно двигаться. Ну, давайте-ка я еще гляну, что у нас здесь. Это вот сжечь все это нельзя, да? Да, видимо, нельзя. Тут машина целая. Целую машину хотим же. Все получится. Так. Ну и двигаться нам нужно сюда. Чуть нас не прикончили. Кошмар. А, нет. Стоп. Смотрите-ка. Куда же? О! Какое-то растение. И... У нас максимальное количество патронов. Понятно. Так, что же нам тут делать? Зачем нам сюда? Куда идти? Ёлки-палки. Где-то должен быть... Эм... Вот, вот. А, вот туда. О, как. Хорошо, что значок компаса у нас стоит. Всегда видно, куда нам нужно идти. Очень удобно. И мне также нравится то, что этот значок компаса все время не висит у нас перед глазами. И создает... Не создает... Ненатуральности в игре. Так. Все-таки я здесь лазал. Не понял, как здесь можно залезть. Но, видите, залезть, оказывается, как-то можно. Только нужно понять, как. А, вот здесь вот, что ли? Как банально. Понятно. Ух ты, все в проволоке. Как они сами тут уходят? Времен Второй Мировой. Ну да. Кажется, японский. Тут все. Времен Второй Мировой. Давайте зажжем факел. Он нам может пригодиться. А, нет. Лара его тушит, потому что... Хранить его негде. Итак, мы на горной базе. Найдите радиопульт. Ледяная. А, водичка ледяная, да, Лара? Ты что, газ, что ли? Для обряда? Наверное, вечером. Для обряда? Их привел Матиас? Ну, да. 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 Как я и говорил, с этим Матиасом все не чисто. Все совсем-совсем не чисто. Так, а, ну вот, мы перекрыли газ. И можем пройти. Не знаю, что тут за газ был. Интересно, если выстрелить, все взорвется. О, горючее. Где горючее? Где горючее? Мне интересно. Зачем оно им? Видать? Для генератора. Для вышки. И как мы поднимем эту штуку по лестнице? Хрен знает. Оставим его здесь. Ой, зря вы его оставите здесь. Ха-ха-ха. Давайте сюда! Класс. Просто шикарно. Свободен. Все? Превосходно. Вывели этих ребят из строя. Что это? Горючее? О, ну как мы его потащим? Да, никак. И правильно. Оно вас потащило. Только в ад. Еще ящик с какими-то няшечками. Ага. Лабиринты тут. Ох, лабиринты. Ну-ка. О, этой штукой можно еще открывать ящики. Интересно. И что у нас здесь? Ничего? Или я автоматически собрал запчасти? Просто я не заметил. Наверное, наверное, так и было. Так. Давайте дальше. Двигаемся дальше. Все заросло. Сколько у нас тут трупов полезных. С запчастями. Обалдеть. Так. Кто-то тут сидел, смотрите, зарубочки делал. О, мы можем эту штуку сжечь. Ну, где нам найти огонь? Где нам найти... А, вот и огонь. Отлично. Интересно, зачем эту штуку сжигать? Просто так, что ли? Для ачивочки, видимо. Как зажигаем эти статуи, сжигать вот эти вот полотна. Ужасные. О, прекрасно. Антипропаганда. Ха-ха. И сколько мы сожгли? Сколько нам еще осталось? Один из пяти. Хорошо. Один из пяти. Это хорошо. Все, что ли? А, нет. О, боже мой. Готов. Как он голову-то подставил хорошо. Просто, просто удачно. Кстати, пистолет уж больно тихо стреляет. Классно, смотрите, Лара сама его убрала в карман. Ну, не в карман, а в кобуру. Довольно тихо стреляет, как я уже сказал. Надо бы погромче. О, глядите-ка, сколько у нас здесь ламп раскидано. Вы уже догадываетесь, зачем они, да? Стекло вроде хрупкое. Наверное, нам нужно взять эту лампу и кинуть ее вот туда. Так. Нет. Нет. Удивительно. Хотя план был неплохой. Или что-нибудь подтащить нужно, чтобы я прямо сюда закинул. Просто я сейчас пока не понимаю. Ну, вроде мы нашли этот радиопульт. Смотрите. Куча кнопок. Вот большая кнопка. Нет? Нет, Лара не хочет на большую кнопку пока нажимать. А, я знаю, наверное, что сейчас будет. Отсюда никуда не убежи! Нет, совсем не это. Ты за чёрт! Я полюбуюсь, как ты сдох. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Никто не сдохнет. Ну, точно. Как я и говорил. Значит, мы запускаем газ. Хватаем светильник. Прицеливаемся. И отправляем его в полет. Шикарно. Как я и планировал. Ну, вернее, как планировала Лара. Но... Я тоже так хотел. Так, а где этот чувак? Кстати, видели? У него винтовка была. Может, мы заберём? Убей меня. Пожалуйста. Как скажешь. Гори в аду. Так. Я вовсе не против того, чтобы добивать раненых. Если особенно они об этом просят. Ничего себе. Ну-ка, книжка. Отчёт экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведён узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдёт много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Ха. В войне. Война это сложная вещь. Итак, мы нашли, смотрите, какой ППШ нафиг. Какой-то такой он странный. Но пулемёт, в общем-то, неплохой совершенно. Чувствую, надо будет его ещё погрейдить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, боже мой, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, только не коктейли! Боже мой. Чёртовы, коктейли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто, кто стреляет? Ах ты сволочь. Фух. Да, слушайте, это большое количество врагов, к которому я был совсем не готов. Совсем не готов к этому количеству врагов. Всё. Фух, вроде последний был, да? Обалдеть. Ещё и в замедлении, блин, как в Call of Duty. Хотя, в принципе, мы могли вот так вот. Лара такая бежит, хопа, запрыгивает наверх, такая прячется здесь, отстреливается. Ну, в общем, произошло как произошло. Так, комната с картой. О, ещё один лагерь. Ну, давайте я сначала, прежде чем идти в лагерь, посмотрю, что у нас тут внизу есть. Интересненького. Так, как у нас оружие-то переключается? А, ну просто колёсиком. Слушайте, всего четыре вида оружия. Что-то нам быстро дали после пистолета автомат, довольно быстро. Я думал, подольше. Побольше должно пройти времени. Не все тайнички мы нашли. Хорошо. О, ещё одна панель с кнопками. И немножко... Отец-мать освободит нас. От чего? От острова? Да, написано, бойся демонов, отец-мать нас освободит. Шторм грядёт или шторм наблюдает, как-то так. О, поджечь. Сейчас, подожжём. Тут где-нибудь бочка должна быть. Хотя вон она, горящая. Ну, давайте я сначала всё-таки схожу к этому, к лагерю, к нашему. Посмотрим, что можно проапгрейдить. Что можно сделать интересненького. Кстати, нет, туда нельзя залезть. Ладно. Так, у нас навыки. О, у нас открылась ветка бойца. Посмотрим. Вы можете пропустить чуть больше ударов, чем раньше. И отомстить обидчику. Грязная борьба. Вы можете ненадолго выводить противника в стройку, кидая в них камни и землю. Удар ледорубом. Двойной удар ледорубом оглушает врагов. В ледорубу можно нанести ужасные увечья. Атака с уклонением. После уворота от атаки воткните стрелу противнику в колено. Все, кто играл в Skyrim, поймут мой смех. Удар сбоку. Во время удачной контратаки после уклонения вы можете мгновенно убить легкобронерного противника. Неотразимый удар сбоку. В случае удачной контратаки можете мгновенно убить почти любого противника. Круто. Видимо, только не босса. Ну, давайте стойкость прокачаем. Чувствую, это будет очень-очень полезно. Итак, теперь перейдем в раздел снаряжения. Смотрите-ка, сколько у нас запчастей уже есть. И да, мы можем апгрейдить винтовочку. Да? Прекрасно. У винтовки 5 модификаций есть интересных. Что можно поменять? Приклад. Рифленый приклад и рукоятка помогают стабилизировать оружие при стрельбе. Увеличенный магазин. Увеличенный магазин, конечно, хорошо. Дульный тормоз, это тоже неплохо. Двойной магазин. Скорость перезарядки. Экстрактор. Шлифовка экстрактора повышает скорострельность. Ну, давайте-ка мы приклад улучшим за огромную сумму. И все. Больше нам, наверное, ни на что не хватит. Безусловно. Поэтому отправляемся дальше. Внизу там нужно спалить нам плакатик. Я не забыл. Сейчас плакатик сожжем. Ты сволочь. Еще и уклоняется. Обалдеть. Хитрый. Быстрый. Но мы быстрее. Давайте я пестель возьму. Так. С пестелем удобнее. Хотя. Не знаю. Как-то жалко даже тратить патроны. На таких простых чуваков. Все время хочется сберечь эти патроны для чего-нибудь такого. Более. Не знаю. Значительного. Типа вот той сцены, которую мы сейчас наблюдали. Так. О. Бросила факел. Интересно, она его подберет после? Подобрала. Круто. Алекс. Ты на связи? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В смысле? Очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Обалдеть. Теперь нам нужно, оказывается, лезть на самую вышку. Надеюсь, хоть спускаться мы будем быстро на тросе или как-то так. О, стрелочка. Смотрите-ка. Написано. Жертва. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Причем не касаясь... О, боже мой! Не касаясь... Стенок. Очень-очень жарко. Очень-очень жарко. Пригнись! Да, конечно, кинематографично уже очень. Давай, вышибайся! Ох, красота-то какая! Смотрите, как все заснежено. Почему аномалия? Просто на высоте находимся. Вот и снег. Че такого-то? Почему аномалия-то? Что в этом такого? Ну, снег идет. В Японии, в горах. И что? О, ничего особенного я в этом не вижу. И у нас еще один лагерь. Так, Лара ничего не комментирует. Скрафтить нам нечего, поэтому... Давайте дальше идти сразу, не останавливаясь. Тут нам делать нечего. Ух ты! Ну, ничего, здесь не особо опасно, хотя... Подскорбиться весьма можно. Ах ты, елки-палки, откуда ты взялся? Ой-ой-ой, кнопки-кнопки-кнопки-кнопки-кнопки-кнопки! Спасайте нас! На тебе! Фух! Фух, улетел. Вот говнюка, а! Поджидал нас, слушайте. Так, о, что это? Ага, тайничок. Так, похоже, нам придется сражаться, потому что я смотрю... Тайничок-то тут один. Всего лишь. Давай, высовывай свою тупую башку. Я прям даже трассер вижу от патрона. О! Готов. Так. Ну, давай, беги на меня, сволочь. На тебе. Да что ж такое-то, а? Вот. Всегда подставляй голову, парень. Ух ты, сколько патронов-то тут, а? Да я берегу их прям, берегу так. Берегу, не трачу, жалею. О! Набрали еще запчастей неплохо. Ага, кто-то у нас там с лучком засел, да? Как я понял. Только я не вижу где. Ух ты, сволочь! О! Свалился. Ты куда-то прячешься-то, а? Готов. Еще один. Елки-палки. Ах ты. Свалчуги, а? Смотрите. Ну, все равно, действительно, что их убивать-то? Это очень просто. Что-то тупые какие-то. Даже никакого автомата не нужно. Четкие выстрелы в голову. И все проблемы. Или этому в ногу прямо. Раз, упал. И готов. Что-что-что-что-что? Кто-кде? Кто тут где? Ох, ох, ничего себе. Мне бы снайперский прицел бы не помешал. Да подставь голову-то, а? Ладно, будешь задницу получать. Да что ж такое-то, а? О! Вот. Вот, другое дело, кстати. Смотрите-ка, можно было взорвать бочки. Ну ладно, фиг с ними. Надо будет в следующий раз... О, еще один ящик. Что там? Какие-то солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Кто знает, здесь много чего времен Второй мировой. Особенно вот этот мусор. Этот мусор тут точно времен Второй мировой. Так. А, надо не упустить тут какие-нибудь заначки. Ну-ка, тебя что-нибудь интересует? Интересное есть? Нет, у него нифига нету. Хорошо, что Лара сама прячется в укрытиях. Это очень удобно. О, о! Ну, влезай. Вот так. Бородатые мужики тут. Хотят нашу Ларочку. Загробастать. Ничего не получится. Все будете гореть, сволочи. Откуда же ты взялся-то, а? Вроде же убил я его. Нет, смотрите-ка, живой. Попал, по-моему, в голову, а все равно он живой. Наверное, все-таки я промахнулся. Потому что все-таки здесь классно то, что они умирают от выстрелов в голову. Что, в принципе, логично. Логика, это хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ой, еще один есть. Ой, нет, дневничок. Тринадцатый октября девяностого года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной необходимости организации. Но что еще важнее, они должны быть готовы без колебаний убивать. Насилие станет частью их жизни. Так же, как железная дисциплина, конечная цель и работа. И остров станет моим. Вот тогда я открою тайну этих бурь. Ага. Так вот оно что. Все-таки он знает. Он знает, в чем тайна этих бурь. Но не хочет пока раскрывать все картишки. Ну что ж, дорогие друзья, я смотрю, время у нас уже подходит к концу. На этом я закончу прохождение моей шестой части по игре Tomb Raider. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон, всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok